Недавно рекотделению фунда «Защитники Отечества» исполнился год. За это время помощь здесь получили свыше 7 тысяч бойцов. А на попечение социальных координаторов фунда более полутора тысяч человек – участников СВО, ветеранов и их семей. Гостям показали, как в одном здании защитники страны получают комплексную поддержку во всех вопросах. 96% вопросов на сегодняшний день решены. Сегодня мы помогаем нашим бойцам по 34 разным направлениям. Это помощь с поисками работы и переобучением, сопровождение в вопросах, положенных бойцам, выплат, а также реабилитация и психологическая поддержка. Посещение фунда в рамках работы комиссии стало не случайным. Делегации Ассирийской Церкви Востока важно было увидеть, как Отечество помогает своим защитникам в мирной жизни. Ассирийская Церковь полностью поддерживает ту политику, которую проводит наша официальная власть в лице президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И им было очень интересно посмотреть как раз, посетить этот фонд, как функционирует, что делается. Для ассирийского народа вот это понятие о защите Отечества и о солидарности с русским народом в борьбе за отстаивание независимости Родины, прав человека и вообще права христиан, права людей, права народа на самобытное существование. Вот это не пустой звук для ассирийцев. Помимо знакомства с работой фунда, гости осмотрели фотовыставку «Семья. Отечество. Герои». На кадрах родные и близкие действующих бойцов и ветеранов, а также тех, кто отдал жизнь за родину. Их семьи признаются. Вера помогает справиться с горем. Это еще одна важная работа регионального фонда. Он тесно сотрудничает с Мордовской митрополией. Эта поддержка необходима каждому. Она необходима мамам, она необходима вдовам. Она важна и детям, которые потеряли своих отцов, с сестрам, которые потеряли своих братьев. Ведь вера, она объединяет, она укрепляет. Такие диалоги призваны сближать эти церкви и помогать, оказывать помощь в том непростом мире, который сейчас пытается разрушить ценности, как семейные, так и ценности самого человека, как творение Божие. Обе церкви уверены, вместе им удастся найти пути, чтобы упрочить духовное единство между двумя народами и сплотить их перед лицом глобальных вызовов современности. Ирина Радайкина, Александр Овчинников, Народные новости. Субтитры создавал DimaTorzok